Друзья, здравствуйте! В эфире передача об умных продажах без скидок. Я Алексей Урванцев, у меня в гостях Леонид Бугаев. Леонид, привет! Доброе утро! Леонид у нас ведущий эксперт по мобильному нетворкингу, мобильным решениям, основатель диджитал агентства Nordic Agency. Правильно называю? Все верно. Ты можешь о себе чуть побольше рассказать, потому что все твои регалии не войдут в 45 минут нашего выпуска. А сегодня мы будем говорить о дорогих продажах. Тема выпуска звучит метафорично. Ее высочество – дорогая сделка. Как выйти на следующий уровень людей, проектов и клиентов? Я, Леонид, тебя предупреждал. Нам хотелось бы вместе со слушателями, я имею в виду не то, что нам, Алексей Первый, а нам вместе со слушателями хотелось бы конкретных инструментальных рекомендаций. Как продавать дорого? В идеале по итогу этого прямого эфира создать некую методичку, чек-лист, как шаг за шагом выйти на тот самый следующий уровень, о котором говорим в теме. Желательно много кейсов, столько, сколько будет нужно для иллюстрации каких-то твоих мыслей и рекомендаций. Можешь начать с кейса и из него сделать какие-то выводы. Можешь начать с рекомендаций, подтвердив кейсами, как тебе будет удобнее. Начинай. Хорошо. Я пришел столь ранним утром поделиться какими-то находками, которые, мне кажется, будут интересны, в первую очередь, руководителям отделов продаж и людям, которые занимаются построением и масштабированием бизнеса, в первую очередь, наверное, собственники, с которыми, как всегда, сложный разговор, потому что они, в первую очередь, спрашивают, ты кто такой, чтобы нас учить? У меня экспертиза гораздо лучше, больше, чем у тебя в своей области, естественно. И я могу сказать, что я для себя нашел самое главное и удивительное определение своей специализации. Это оцифровка бизнеса и его перевод как раз на следующий уровень с точки зрения продуктовой линейки или продуктовой матрицы. Как это ни говори, всегда найдется высота, которая будет выше. Представь себе, что, например, ты питаешься сейчас как человек определенным набором продуктов, опять же, у тебя это есть. И вверху всегда будет что-то, что будет более вкусным или более недоступным, даже если нет сурового физического ограничения, например, на манго или на томаты какие-то особенные, или на шампанское кристалл. Я, знаешь, о чем подумаю, я бегаю, например, для того, чтобы согнать вес, думаю, о чем сейчас Леонид скажет. То есть, в тебе сейчас 70 килограммов, ну ладно, 72. Алексей, всегда есть вес, который ты еще не взял. Об этом тоже можно поговорить. Всегда есть 80, 90, 100. Давай подумать не про то, как сбросить, потому что это конечная история, а про то, как заработать. Заработать, окей. Это более интересная штука. И сталкиваясь сейчас, например, с огромным количеством процессов, проектов, бизнесов, я понимаю, что удивительнейшим образом, почему-то так происходит, что компания начинает выравнивать, скажем так, вот свою работу по тем коробочным решениям, которые являются наиболее удобными с точки зрения их продаж. И, как правило, это, с одной стороны, либо продукт, либо сервис, который наименее сложен с точки зрения сопровождения, потому что продал и забыл, в принципе. Но, с другой стороны, вот это как раз ограничивает компании с точки зрения роста и перехода в премиальный продукт. Тут возникает... Если есть возможность, приводи примеры. То есть, коробочное решение, а, например... Установка программного обеспечения, ERP, CRM-системы. Если мы говорим о... Если мы говорим про софт, например. Об IT. Да. С IT мне наиболее понятно, потому что это, в принципе, та территория, в которой живу 20 лет. И любые мобильные, опять же, решения, которые позволяют убрать сервер или перевести его в облако, или перестать закупать сервера компьютера и прочее, это вот замечательная история, которая, в том числе, как раз меня вдохновляет. Но здесь я хочу перебросить очень важный тезис к пункту люди. Когда мы говорим про продажу, мы фокусируемся, ну, опять же, со стороны бизнеса на том, что есть у меня. И там дальше возникает множество вопросов. Должна ли продавать харизма, например, или должен продавать продукт сам себя? И здесь мы вспоминаем прекраснейшие примеры компании Apple, у которых продукт настолько хорош, что он вроде бы как сам себя продает. Но я хочу перевернуть внимание наших слушателей и зрителей как раз на обратную сторону медали. Мы должны фокусироваться не на финансах, хотя они являются, опять же, отличным измерителем нашей успешности, а на людях. И здесь есть две категории людей. С одной стороны, это недоступные нам люди, которые, соответственно, готовы или хотят купить более сложное решение в продуктовой линейке. Либо это более массовый сегмент, который, соответственно, ниже. Это люди, которые готовы покупать дешевле. Понятно, что есть две стратегии. Мы понимаем, что есть клиенты с разными потребностями и стереотипами. И я последние 10 лет фокусируюсь на сложных клиентах с точки зрения как раз того, что у них все есть. Это такая очень, опять же, интересная парадигма, в которой есть закрытые двери, в которые ты просто так не попадаешь, потому что там уже все настроено, все запущено. И да, иногда происходят вот эти процессы, когда окей, хорошо, нам нужна следующая технология, нам нужны более сложные цифры, в нолик увеличивающие, например, цели и задачи того бизнеса или того владельца, который заказывает то или иное решение. Леонид, смотри, ты начал говорить о коробочных продуктах пока, и мы так незаметно перешли на кластеризацию людей. То есть у нас есть клиенты дорогие с определенной группой, скажем, потребностей. Есть клиенты из массового сегмента, где речь не идет о дорогих продажах. Как связаны между собой две этих мыслей? Мне кажется, что они очень связаны, потому что так или иначе люди растут, люди развиваются, и их, опять же, запросы, которые в какой-то момент не стоят на месте, переходят в следующую категорию. Вот здесь, опять же, важно понимать следующее. Например, существуют разовые продажи, купил один раз и забыл на следующие 15 лет о существовании этого продавца. С этим сложно работать, но можно работать, понимая, опять же, цикл сделки, который невероятно большой. Тогда просто у тебя ценность разовой сделки является невероятно высокой, и возвращать этого клиента нет нужды, нет необходимости. Если все-таки вы в какой-то момент считаете ROI и возврат клиента на уровне 3-5 лет, то здесь я рекомендую, например, вкладываться, в первую очередь, в человеческие отношения. И здесь это не про харизму продавца или не про способность его убеждать. Это про то, что к любому сложному продукту полагается человек с гаечным ключом, или с клавиатурой, или с каким-то набором знаний, с кнопкой, которую необходимо в какой-то момент использовать вместе с этим решением. Отличие коробочного решения от некоробочного. Коробочное решение ты развернул, ты сразу четко понимаешь, как его можно поставить. Оно очень легко включается, скажем так, в систему, в розетку. И классный продукт, опять же для меня, это продукт, который не требует сопровождения с точки зрения человека. Но здесь нужно понимать, что потенциал роста как раз в коробочных штуках в том, что если мы можем создавать вот такого качества продукт, он должен быть уже массовым. Там внезапно появляется конкуренция, и маржинальность резко падает, естественным образом. Слушай, ты сейчас, как мне кажется, говоришь о двух вещах. Мы продаем товар, мы продаем услуги, мы продаем продукт, который не требует вроде бы какой-то подробной кастомизации, адаптации под клиента. Но чтобы эта штука работала достаточно долго, и в конце концов типовой продукт чаще всего, все равно в IT-сфере требует кастомизации под конкретного клиента, мы вносим все больше и больше вот этих услуг. Чем отличается услуга от продукта, от товара? У продукта коробочного, назовем так, оборачиваемость быстрая, ты можешь продавать их помногу, но маржа маленькая. У услуги, у того, что мы делаем в качестве сопровождения, сервиса, даем клиенту, мы не можем, там все наоборот, оборачиваемость низкая, то есть мы не можем продавать тысячами, например, сопровождение, если у нас нет тысячи специалистов, которые работают на сопровождении. Но зато маржа высокая, потому что здесь традиционно именно в услугах мы и зарабатываем. То есть первый ресурс, первый ресурс для увеличения. Да, ресурс время, который необходим, и здесь как раз мы понимаем, что ресурс людей, которые должны разворачивать эту систему, дорабатывать, и человеческий фактор невероятно важен. Почему? Потому что там, если есть, соответственно, люди, которые допиливают, докручивают под запросы, им приходится работать со сложными людьми. Тут нужно, опять же, поделить на этапы, с которыми мы работаем. Ну, то есть понятно, что первоначальный процесс, как зайти в двери, которые, соответственно, как правило, закрыты, и продать услугу, продукт вместе в связке. И здесь наибольшим для меня, например, действенным, наилучшим образом работает связка «мы друг друга хорошо знаем по предыдущим проектам». Поэтому все тендерные, например, процессы происходят по упрощенной, скажем так, стезе. И дальше возникает вторая часть после продажи, самого факта сделки, реализации этого проекта. Я сфокусирую все-таки на первой части, потому что она, наверное, нашим слушателям должна быть более интересной. Дальше уже, я надеюсь, что бэк должен не подкачать. Не единожды мы работали с крупными компаниями уровня Coca-Cola, например. И понятно, что здесь цена ошибки может быть невероятно высокой. Ну, то есть если у тебя, например, компания федерального уровня, у которой представительство в каждом городе миллионники, и даже в каждом городе на 300 тысяч, и даже в холодильнике, которые стоят чуть ли не в каждом поселке, то если вы неправильно что-то сделаете, то это может повлиять сразу моментально на большое количество их движений. Поэтому они делают тест. И когда мы осознали вот эту особенность сложных сделок, мы поняли, что нам необходимо заходить в такого рода взаимоотношения только через очень простую историю. Попробуй. Попробуй и попробуй одну пятнадцатую от того будущего проекта. Тестирование, да? Тестирование, которое закладывается опять же в разговор. Почему? Потому что для компании заказчика это способность увидеть команду в действии. Тестирование бесплатное или для клиентов? Здесь множество вопросов, да, потому что существует опять же две возможности. Либо ты закладываешь некоторые риски и возможность заплатить потом, и для тебя как бизнес это опасность, потому что ты в принципе можешь проиграть. Или все-таки, ребята, давайте мы заплатим эту стоимость в себестоимость или близкую к нулю, и покажем, что мы способны работать. Я выбираю вторую часть, потому что все-таки для нас как агентство важно как минимум оставаться на плаву, как максимум зарабатывать и зарабатывать хорошо на красную игру. И вторая опция, она позволяет компании все-таки в случае опять же какого-то гипотетического неуспеха тестового проекта выйти в ноль и продолжить поиски таких вот сложных и недоступных клиентов. Под сложными и недоступными клиентами нужно понимать следующее, что это компании, которые, как правило, уже... У нас есть такое очень классное понятие, почему вот сегодняшнее название было «Поставщик двора Ее Величества». То есть у них уже есть поставщики в абсолютно любой категории, будь то канцелярка или люди или IT-решение. Все крупные компании, которые на слуху, они обладают 20-25-летним сроком отношений с всеми категориями заказов, часть из которых, соответственно, выходит в открытый рынок с точки зрения тендеров, часть из которых просто номинально нужно обновлять, например, несколько раз в период, будь то один год или два года. И нужно понимать в этот момент, что есть конкурентное поле. Я очень хочу рассказать в следующей нашей с тобой передаче про голубые океаны и про возможности IT-технологии. Но нет, даже если у тебя есть супер-классная технология дополненной реальности, с которой мы работаем, мы ее приносим клиенту и говорим, смотри, какая классная штука. Хочешь? Он говорит, ребят, вы вторые. К нам уже утром постучались. И эффект новизны здесь он совершенно не имеет, как это сказать, выигрыша, потому что с инновационными решениями вообще отдельная головная боль, отдельная песня и отдельные риски, потому что там вы очень рискуете. Я говорю про решения, скажем так, у которых есть 3-5 ключевых игроков на рынке. И вы их должны знать, опять же, потому что это абсолютная история про конкурентную разведку, какие специалисты решают эту задачу, например, у ваших соседей, у коллег, или сколько они стоят, если они переходят на работу в клиента. Вот сейчас мы, например, консультируем очень крупную компанию, которая занимается внедрением ERP. И на кону, ну, могу так сказать, сотни миллионов рублей, потому что это проект, который влияет на десятки миллионов людей. Как с рабочими местами, так и потребителей, соответственно, вот всего этого процесса. И цена ошибки очень высока. И понятно, что здесь есть множественные сомнения. Вот это очень важный, опять же, чек-лист, который для меня является определением крутости сделки. Человек не способен к спонтанному решению, когда ты приходишь вот как раз вот к такому заказчику. Есть много вопросов. На эти вопросы необходимо ответить, закладываться с точки зрения, опять же, проекта. Я, например, закладываюсь в то, что там нужно часто встречаться. Если это коробка, мы не встречаемся. Это прекрасная мобильность, удаленность, решение задач в онлайне, по звонку. В крайнем случае у меня выезжают специалисты. Если же мы фокусируемся на верхний сегмент, опять же, вот как раз высочество и сложные сделки. То есть здесь персоналия, скажем так, гарантом сделки является вот мое лицо фактически. С одной стороны... Первым лицу не стоит лениться. Если хочешь идти в дорогой сегмент, осуществлять дорогие сделки, имеет смысл выполнять свою роль главного продажника. Даже если в подчинении... Все верно. Мой совет основателям, это не бояться выезжать, в том числе с отделом своих продажников, и быть иногда свадебным генералом, улыбаться, вот так вот бахать, как игрушка на встрече. Потому что иногда бывает так. Приехали на встречу, сели поговорить, и дальше начинаются уже технические разговоры, в которых мне уже очень сложно участвовать. Потому что там начинается история про протоколы, API и нагрузки на сервера, например. И в этом я такой... Ну, само присутствие первого лица было в этой встрече. Дальше возникает естественный вопрос со стороны тех компаний, которые ко мне приходят и спрашивают, слушай, ну а как я могу заранее оценить перспективность этой сделки? И здесь как раз я говорю о том, что... Будет она дорогой или отожмут все соки? На самом деле зависит от этапа проработки первоначальных отношений с клиентом. Если это клиент перспективный, то он не просто так пришел к вам с бухты-барахты ниоткуда. Вы должны знать о перспективных клиентах, и вы должны их разрабатывать. Когда ко мне приходят, например, опять же люди, которые говорят, помоги нам, проконсультируй, не знаю, там, отдел продаж, я говорю, ребят, ну, если честно, я не настройщик роялей. Он у вас уже существует, он у вас уже работает, это не моя часть работы. Но кого вы знаете на рынке из клиентов, которые являются не вашими, и которые вы бы хотели получить? Это история про отношения, вот с кем идти рука об руку до конца своих дней, развивать эти отношения в припрыжку, радоваться и получить удовольствие. Да, клиенты сложные. Как правило, чем дороже проект, тем сложнее, опять же, весь тот путь до сделки, в процессе сделки, в переговорах или даже в выходе и в получении денег. Там, дебиторка, это бывает иногда сумасшествие с крупным бизнесом. И не с крупным бизнесом тоже, на самом деле. Но здесь я говорю про следующее. Перспективность разработки клиентов – это работа хорошего руководителя отдела продаж. Он должен показать своим ребятам. Ребята начинают целиться на сегмент автомото, но вот наши ключевые пять компаний, из которых мы выбираем три, и начинаем их просто обхаживать и работать в офлайне. Разработка, и в офлайне, и в отлайне. То, что на сленге продавцов, менеджеров по продажам, называется «разогрев клиента». Все верно. Я пару лет назад был на семинаре Нила Рекхама, создателя спин-технологии. Он интересную вещь сказал. В компаниях «большой четверки», то есть это консалтинговые компании уровня, там, Энс и Янг, Прайс Ваттерхаус, Купер, и так далее. Да, 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 совершенно верно. Еще лет десять назад стоимость привлечения нового клиента измерялась в десятках тысяч долларов. Ну, то есть для того, чтобы получить сделку, нужно было инвестировать, и суммы измерялись в десятках тысяч долларов. Сейчас, вот два года назад, по статистике, эти суммы выросли кратно, а то и на порядок, то есть измеряются уже в сотнях тысяч долларов. И знаешь, что меня удивило? Я обрадовался. Слушай, здорово, там, на Западе, такая конкуренция на уровне привлечения клиентов, что там действительно им настолько тяжело достаются эти сделки. У нас еще о таком, слава богу, речь не идет. То есть, и я работаю с отделами продаж, вот как раз иногда, как настройщик роялей, и на самом деле стоимость привлечения клиента хорошо, если измеряется там, ну, несколько десятков тысяч рублей в итоге, а сумма чека может быть в сто, в тысячу раз больше. И это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. У нас еще низка конкуренция за клиента, за эти сделки, на самом деле, в реальности. Это здорово. Ну, давай, вот как раз проилюстим. Как говорил Тёма Лебедев, ни в одной российской нише, ниши российского бизнеса, лопата еще не достигла дна. То есть, везде еще есть, что раскапывать. Смотри, как раз здесь чек-лист, который я, наверное, использую с точки зрения просто логических размышлений. И здесь можно модифицировать как раз жадность от сооснователя компании, какой им я в том числе являюсь. Предположим, я вижу, что на кону проект в 100 миллионов рублей. Понятно, что я бы хотел маржинальность 100%, но нет. Есть какая-то затрата, ну, затраты, которые, соответственно, стремятся сейчас к резкому снижению доходности. Проектов, и это рынок, абсолютно. Но от 5 до 10% от стоимости того или иного сервисного проекта на первом этапе, если необходимо развивать, опять же, отношения и развивать клиентскую базу, мы закладываем на вот как раз ту часть, о которой ты говоришь. Это адское количество денег, которое я, как владелец, хотел бы получить, но нет. Смотри, за 10 тысяч рублей я не могу сделать те телодвижения, которые стоят несколько полетов туда-сюда в Питер, или проработку тестового проекта, или элементарно покупка исследования, для того, чтобы элементарно понять, например, что нам необходимо сделать. Мы это закладываем. Тут я с тобой согласен. Разная ниша, разный уровень клиентов, однозначно. Это важно, что вот здесь вот очень важная есть корреляция с точки зрения продаж. Мы говорим про следующее. Нашел этому подтверждение как раз у отличных ребят, которые прорабатывают стартап-экономику в Америке. Они говорят следующее. В Штатах очень классные продажи начинаются от 10 тысяч долларов. И это как раз средний уровень хорошего, качественного B2B-продавца, который на такого рода продажах может уделить максимум внимания развитию отношений с клиентом. Потому что если у тебя цена, скажем так, средний чек меньше, чем 10 тысяч долларов, то ты просто элементарно не можешь уделить нужное количество внимания одному клиенту, одному заказчику. И ты валишься, например, в отношения с 15 или с 20 клиентами при среднем чеке от 1 тысячи долларов до 9,999. Здесь нашим, опять же, слушателям необходимо запомнить. Если ваш средний чек, ну, просто элементарно, сейчас меньше, чем 10 тысяч долларов, задумайтесь, может быть, тогда действительно эта история не про человеческий подход в продажах. Это действительно тогда автоматизация. Вот здесь вот у нас средний и малый бизнес проседают. Почему? Потому что, как правило, чек, ну, поправь меня, 600 тысяч рублей, да, это зачастую как раз та штука, до которой они не могут долететь, просто не могут долететь. И эта экономика сваливается вот как раз в отрицательную, потому что, блин, у нас сейчас средний затрат, я не знаю, там, средний проект, с которым мы работаем, 250 тысяч, а ты говоришь про 600. Вот как эту дырку преодолеть? И здесь мой совет, как можно скорее, опять же, пересматривайте продуктовую линейку с точки зрения золотого унитаза. Вот любимая, абсолютно любимая всеми история про то, что необходимо внедрять такое решение, которое мысленно, опять же, основателей, партнеров компании перетащит ментально в другую ценовую категорию. Я часто с этим сталкиваюсь, вот настолько удивительно, постоянно. Люди не понимают, что проработав дополнительное ценностное предложение в существующих услугах, они могут спокойно перейти в другой ценовой сегмент. Но они не могут это сделать, потому что они вот в этом рынке 15 лет, например. Они говорят, слушай, ты можешь сколько угодно рассказывать, мы это продаем. Это типа не продается дороже, чем вот столько это стоит сейчас. Дальше ты начинаешь с ними садиться и прорабатывать просто те вещи, которые получает у вас клиент. Мы берем, набираем просто... Ну, например, да, ценность. Берем клиента, спрашиваем, слушай, вот ты покупал полгода назад у этих ребят, вот они на горячей линии сейчас здесь сидят и работают. Что ты от этого получил? Он говорит, я получил экономию в 3 миллиона рублей. Они продали это за 200. И у меня здесь вот момент экономики совсем не бьется, потому что я понимаю, что перспектива и потенциал для, опять же, поднятие ценности, ну, как бы, может быть и ограничен, но для поднятия цены вот он, ну, как бы, вот он очевиден. Да. Наверное, одна из очень интересных вещей, о которых я хотел как раз сегодня поговорить с тобой, это психологические барьеры людей, которые настолько долго и плотно бьются в своей категории продаж, что они не видят, скажем так, с другой стороны свой ежедневный цикл отношений, и они не могут даже представить себе, что есть другие люди. Люди, которые не рубятся, скажем так, в молотилке тендерных предложений, или люди, которые успевают пообедать, позавтракать, или, может быть, поужинать с клиентом. Люди, которые спокойно развивают отношения с четырьмя ключевыми стратегическими клиентами, потому что это их осознанный выбор. И для меня, конечно, как жителя мегаполиса в Москве, это сумасшествие то еще, потому что, ну, договориться о встрече, поехать на встречу, и в этот момент словить какой-нибудь пожар с уже существующим проданным клиентом, это любимое занятие, мы все на это налетаем, так или иначе. Но когда у тебя есть четыре клиента, с ними как-то вот на шагах легче управлять и развивать отношения, чем когда их сто пятьсот. Слушай, разве это устойчивое? Это устойчивая стратегия с точки зрения рынка. Ведь, получается, у тебя четыре клиента, от каждого, условно, 25% бюджета. При этом решение, работать с тобой дальше или нет, в общем-то, зависит от очень конкретных имен, фамилий и отчеств. И когда это ФИО уходит в декрет, увольняется, уходит на повышение, на его место заступает другой ЛПР, как правило, новый ЛПР приносит и свой пул поставщиков. Это, скажем, правило, которым он уже доверяет. Именно для предупреждения таких проблем, вот если уходит клиент на 25% бюджета, это может закрыть компанию. Я могу тебе рассказать реальный кейс. Мы зависели от одного из заказчиков 64%. То есть, 64% годовых проектов были от одной компании. И будет ли работать компания с тобой дальше, продолжать сотрудничество в следующем году, может зависеть абсолютно не от тебя. Вы можете давать сервис и продукт высшего качества, все нормально, и цена их может устраивать. Но, повторюсь, часто решение-то от конкретного ЛПР зависит. Все верно. А он смертен. Знаешь, наверное, худшая история, которую я здесь могу в качестве кейса рассказать, когда компания на 100% зависела от одного сегмента. Этот был очень нелюбимый мной сегмент, недвижимость коммерческая в 2008 году. И в 2014, соответственно, в Москве это было тоже не столь приятно, как в тот момент, когда это все росло, как на дрожжах в золотые нулевые. Здесь нужно распределить, опять же, части ответственности. Если говорить про продажи, то это стратегии развития на год вперед, которая касается рисков и опасностей. И когда я, например, опять же, вижу, что по факту сделок мы становимся зависимыми от одного клиента или от одной персонали, для меня это, опять же, ай-яй-яй, как же мы так к этому прибежали, и как нам от этого убежать дальше. Потому что в чем тут антикризисная стратегия может быть? Как предупредить эти проблемы? Развивать отношения с не только... Вот я называю этими людьми, я называю этих людей сложными, непростыми. Вот его королевское высочество, да, если он топнет ножкой, то полетит действительно большая часть моего маленького княжества или королевства, потому что я в этот момент зависим очень сильно. Но у меня в голове сейчас есть очень понятная стратегия, к которой должны пойти все сервисные компании, в том числе мое агентство является сервисным. Я понимаю, что нужно идти в отношении с B2B2 консюмер. То есть, посмотрите на такую же компанию Apple, вот как сейчас они показывают разворот. Они запускают сервисы, которые абсолютно консюмерские и абсолютно monthly-based оплата с ежемесячным продолжением. И я сижу и постоянно кручу в голове следующее, как мне вообще перепрыгнуть из B2B в... Даже не B2C, потому что я не могу это сделать. Вот легко, надо запускать абсолютно свой продукт, делать это очень сложно, перепрыгивая из одной категории в другую. Но общая тенденция по вымыванию поставщиков идет следующее. Деньги начинают копиться с двух краев, цепочки добавленной стоимости. Если раньше, например, мы добавляли там по 50-100% от производства до конечного потребителя, и ты мог отлично работать, например, дистрибьютором товаров, то сейчас цены копятся на создании товара. И это Китай, как правило, физически я имею в виду. Или цифровой продукт, который создается в Купертино, Калифорнии, или в Google, в другой компании, которая является цифровой. Конкурировать с ними невероятно сложно. Или на стороне потребителя, который экономит и благодаря этому не отгружает нам деньги. А вот мы, как поставщики, соответственно, всего этого Калинкора-услуг, вынуждены, скажем так, либо уходить в создание продукта, либо придумывать какие-то новые модели. На эту тему я могу, опять же, бесконечно долго разговаривать. Мы сейчас говорим все-таки про сложные сделки в B2B. Вот эта вот история. И чек-лист здесь очень интересный для меня, который я могу, опять же, порекомендовать нашим слушателям. Часто я спрашиваю, ребят, какова цена вашего самого большого клиента, с которым вы выстроили отношения за прошлый год. Мне говорят, например, вот такой клиент, вот столько денег мы на него потратили, надеемся, что он будет, соответственно, с нами еще там 3 или 5 лет. И я говорю, а где здесь номер 2? Ну вот компания, соответственно, которая является вторым по важности поставщиком заказов. И оказывается, что все были сфокусированы вот на этом номеру Uno, настолько, что забыли о существовании как раз там второго, либо третьего игрока. И они обделены лаской, ты знаешь, как отношение вот, ну как бы с младшим сыном в семье, с которым все нянчатся, потому что он такой самый свежий, самый интересный, самый сложный. И я говорю, не забывайте в том числе вкладываться в отношения и элементарно просто. Нет никаких процессов и задач. Позвоните, спросите, привет, все ли хорошо? Ты удивишься, насколько редко мне, например, опять же, мои поставщики перезванивают просто с вопросом, все ли в порядке? Просто нет никаких задач продать, впарить что-то. Все ли в порядке? Вот эта позитивная история с отношением, настолько свежий воздух в коммуникации с клиентом, что я это использую просто для того, чтобы, опять же, показать, что, первое, ну, компания жива-здорова, у нас все в порядке, мы беспокоимся, мы хотим знать, что у вас тоже все хорошо. Это свежий воздух до сих пор, потому что, хотя об этом говорят маркетологи много лет, получайте обратную связь от клиентов, под это куча технологий, технологий, обоснований, там, кастомер, джонни мэп, там, и так далее, и тому подобное, там, развитие клиентов, но продавцы все равно этого не делают. Это свежий воздух, это настолько редко делается. В этот момент я, опять же, вспоминаю прекрасных своих учителей, англоязычных товарищей, которые приехали в эту дикую страну в кризис 98-й и учили, в том числе, как-то просто меня и на нашу команду, они говорили следующее, что да, необходимо разделять отношения на развитие нового бизнеса, с которым вы ранее не работали, и отношения с существующими клиентами, и это две совершенно разных шляпы, которые необходимо, наверное, даже в компании в какой-то момент разделять. Заведите себе двух человек или два отдела, которые, соответственно, называются new business и current business. Current business – это компания, с которой вы прошли путь уже как минимум один год, например, и это хорошо работает, опять же, для разных сделок. То есть, если, например, эта компания способна заказывать снова и снова, и вы зависите от нее и от ее, как ты говоришь, решений стратегических в будущем, то одна из лучших, опять же, успокаивающих и дающих мне ощущение, как у владельца бизнеса будущего – это работа на их перспективу. Ребята, давайте мы приедем к вам, мы вместе с вами узнаем ваши, например, цели, задачи, куда вы развиваетесь стратегически, мы вам в этом будем помогать. Это тоже еще один свежий воздух. Ты говоришь о технологии фермера и охотники. Охотники и фермеры, да? Да, все верно. И закопанность в фермерском хозяйстве, и как же я найду свою следующую супербольшую тыкву, как же вот я взращу, в какой-то момент приводит к тому, что, да, иногда приходится быть и фермером, да, иногда приходится выходить в поля и бегать за этой лисицей, которая вот, ну, как бы очень сложная, недоступная. Но встряска, вот эта вот, она для меня очень важна, вот почему я сегодня как раз пришел с тобой поговорить. Приводит к тому, что приходится иногда менять стратегии и парадигмы, в которых мы существуем. То есть ты всегда думал, что у тебя вот клиент только такой, что ты только охотишься за ним исходящими звонками, там, преследуешь его CRM-ами, SMS-ками, там, тра-та-та-та-та-та-та. Поменяйте стратегию. В какой-то момент, опять же, не существует сейчас единой картины мира. И да, это дурацкая, опять же, стратегическая, возможная история про ежики, завернитесь совами, но способность посмотреть на мир глазами другого бизнеса или другой компании, это то, наверное, о чем я хочу поговорить как раз в следующем. Основатели отделов или там основатели компаний, которые занимаются управлением отношением, они иногда костенеют с точки зрения того, что они говорят, все, у нас вот это работает. А потом они приходят на, не знаю, российскую неделю маркетинга, или на форум по продажам, или на российский интернет-форум в поисках следующего волшебного решения, которое там всем показывает Instagram, и все начинают там, да, открывать аккаунт. Ну, ребята, ну, блин, там у меня один из последних свежих, опять же, инсайтов, который я обнаружил, это массовая, опять же, роботизация просмотров stories в Instagram, когда меня отсматривает тысяча человек, и из них 900 накрученных. То есть я могу это доказать. Боты. Да, боты. И я говорю, ребята, прекратили тратить деньги вот на открутку рекламы в Instagram, потому что они там, ну, как бы зарабатывает в итоге прекрасная компания Facebook, которая владеет Instagram. Вкладываемся в отношения, начинаем, ну, как бы история про коммуникацию с живыми людьми, которая сложная, они недоступны, мы не знаем, с кем нам общаться, мы не знаем, где эти люди, но мы знаем на самом деле, потому что это все-таки история про проработку, ну, вот, целого сегмента. Как правило, все за кем охотятся? Охотятся за людьми, у которых сложные проблемы и сложные задачи. А эти люди точно так же наиболее осторожны с точки зрения своего выбора времени. Здесь я могу поделиться, наверное, самым свежим инсайтом. Поэтому новой валютой, которую я определяю для себя, является свобода времени. И именно поэтому там я сейчас снял с себя часы, потому что для меня это целое важное определение, категория люди, которые на новом уровне управления своими бизнесами, научились каким-то образом не залипать в телефоне, передали его в помощницы и сосредоточились на каких-то главных вещах. Они не торопятся, у них есть время. И у них есть время подумать, выбрать. Иногда, возможно, даже затянуть процесс выбора. Но когда они уже запрягают и когда они уже начинают говорить, ребята, мы с вами, вот тогда начинается все очень быстро. Это целая сложная психологическая для разработки категории людей, с которыми я, например, два года назад еще не умел находить общий язык, потому что я такой, ну что, мы будем делать работы? Давайте, давайте, давайте. Бегал вокруг них кругами, как спаниель с большими ушами, которые размахивались вот по диаметру, когда я бегал. И я понимаю, что я в этот момент был таким странным для них, опасным, слишком быстрым. Опять же, психологически здесь нужно понимать следующее. Вы разговариваете... Ты выглядела дешево. Вот. Да. Один из путей к дорогой сделке, а не спешит. Не торопиться. Да. И сейчас я это понимаю. Опять же, давят. На нас все давят с двух сторон. С одной стороны, с нами постоянно сроки, цели, задачи, которые ставятся любым бизнесом. С другой стороны, тебе говорят, не торопись. Чем больше сделка, тем вот эта вот история, ну как бы она должна вызреть. Вызреваемость это тоже такой важный параметр, когда ты не можешь подтолкнуть клиента и сказать, ну давай уже откажи нам, давай уже там, ну как бы скажи что-нибудь. Я вижу эту фрустрацию на рынке в том числе, потому что люди хотят, ну скажем так, общаться прямолинейно. Да, да, нет, нет. Вот что тут уже булки мять. Ну как бы скажи уже нам нет, мы побежим дальше. Чем больше опять же проект на кону, тем больше элемент хаоса или даже неопределенности. К сожалению, я не могу вот сказать тебе чек-лист, как работать и взаимодействовать с этой неопределенностью. Здесь внутреннее чувство терпения. Я с этим сам разбираюсь и учу своих подчиненных, каким образом дать, ну абсолютно естественное право принятия решения клиенту. Потому что худшее, что может быть, это когда мы начинаем с вилкой подходить к клиенту и говорить, клиент, пожалуйста, прими уже решение, ты нам обещал в пятницу как бы принять решение, а уже типа понедельник утро. Понятно, что с королевскими, с высокими сделками такой подход, ну просто, тебя в следующий этап даже к воротам не подпустят. Да, элементарно. И это сложные люди. Осторожные. Я вот называю это форель. Вот самая интересная рыба с точки зрения ловли. Понятно, что там на масс-маркете мы приходим и закидываем сеть и вылавливаем мелкую рыбешку. Понятно, что дальше начинается, я не рыболов, я могу ошибаться, в методологии здесь я, конечно, вступаю на очень тонкую почву, да, в аналогиях. Можно и про спорт поговорить, и про вот здесь вот, но, ну как бы... Метафора понятна. Отношение с рыбой, которая все видит, все наблюдает, но при этом не торопится подбираться к, опять же, сделке, она понятна. Бывают вокруг компании, которые по три, по четыре года наблюдают и смотрят на вас с точки зрения того, как вы выглядите на рынке, какие есть ключевые сотрудники, какие есть достижения. И, наверное, опять же, один из важнейших советов, который я могу здесь дать, будьте открытыми. Современный мир позволяет в том числе основателям компании показывать и рассказывать о всей подноготной. Да, Инстаграм и Фейсбук подсказывают нам, будь ярче, красивее и интереснее, но вызывает доверие и интерес, когда мы делимся своими вызовами. Ну, у меня, например, там, вчера были сложные отношения, нас там вызвали на ковер и, ну, не могу рассказывать подробности, да, нас прописывали... Да, клиент. Для меня это боль, но на эту боль я хочу ответить в том числе честной публикацией, рассказать, как мы будем это исправлять, что мы запланировали с точки зрения наших процессов и как мы будем это лечить. Для того, чтобы такие же сложные клиенты увидели, что, да, ребята могут измениться, да, они понимают, о чем идет речь, и они берут ответственность за себя. Вот это, наверное... В оставшиеся у нас две минуты мы можем резюмировать сегодняшний выпуск, вот, что ты, как эксперт, рекомендуешь для того, чтобы бизнесы выходили на следующий уровень клиентов, сделок и т.д. Давай, угнать за 120 секунд от Бугая. Шаг первый. Пересмотрите свою линейку услуг, если вы не купи-продай, потому что купи-продай сейчас, в принципе, очень сложная история, особенно если вы в середине цепочки. Даже если, особенно если вы купи-продай, добавляете своей, вроде бы, прямой услуги, человечности, добавляете сервис, добавляете креативность, добавляете неценовые преимущества вашему продукту, который вы перепродаете. Человеческий фактор влияет, и здесь как раз необходимо понять, что нужно забираться на следующий этап отношений. В первую очередь, я говорю следующее, вы можете делать модификацию продукта, это маркетинг, внешнее изменение продукта, либо внутреннее изменение продукта, продуктовая, скажем так, опять же, часть. Но то, что наилучшим образом быстро работает, это большие инвестиции в разработку отношений со стратегически важными клиентами, которые способны покупать у вас продукт следующего уровня. Здесь оказывается удивительным образом, что у компании, как правило, нет продукта следующего уровня, либо они не понимают, как модифицировать существующий продукт под корректировки, когда у тебя появляется в ценнике ноль дополнительный, а ответственности плюс, ну, как бы, два нуля, например. Нужно понимать, что здесь вот эти вот ползунки у них не простроены. Минутка рекламы, приходите, поговорим. Да, вот как раз здесь моя, наверное, страсть и радость, это компетенция, которую я использую сейчас, когда мы помогаем бизнесу встать на ноги и полететь в новую стратосферу, где чуть-чуть другие показатели, скажем так. Рекомендую, надеюсь, что мы встретимся, да, как раз после этого. Но следующий шаг, это мой любимый нетворкинг с точки зрения следующего, самый простой вариант, который я использую каждый день. Идите в люди. Идите в люди, в которых вы еще не сидели, не общались и не взаимодействовали. Потому что, с одной стороны, это выглядит сначала как безумно страшная, хаотичная трата времени, когда вы общаетесь с новыми людьми, ты не знаешь их потенциала, ты не знаешь их важности, нужности. Но если так или иначе вы выбираете площадки для взаимодействия индустриально или людские высшего уровня, высшего относительно вас сейчас, то вы выходите на новую категорию людей с новыми категориями вызовов. И для них вы в том числе как раз новая, свежая, непонятная, скажем так, категория, кто этот человек, что он делает. Посмотрите, познакомьтесь, пообщайтесь про интересы. И удивительнейшим образом вы начинаете открывать новые отношения с людьми, которые приходят к вам с расспросом, а че почем? А можете сделать тест? И в этот момент, опять же, история, ну не торопитесь сразу там, да, включать, вот продавать, продавать, продавать. Потому что может быть и нет. Может быть и нет, это история про, у нас есть сложное решение, но оно не для вас. И давайте вместе договоримся, для кого оно, потому что здесь вот потребуется модификация с двух сторон. Клиент пойдет модифицировать свои запросы, а вы будете улучшать свое предложение. Замечательно. Леонид, большое спасибо. Подвели итоги. Интересный выпуск. Друзья, в эфире была передача об умных продажах без скидок. Алексей Урованцев. Слушаем следующие выпуски. А в гостях был Леонид Бугаев. Леонид, жму руку. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова